приветствую вас дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео пойдет у нас о клематисах последнее видео о клематисах было по его подкормке по уходу то есть мы проливали его от для профилактики от такого заболевания как вилд то есть я использовала фитоспорин сегодня мы будем опрыскивать по самим растениям то есть тоже проводить такую обработку для профилактики потому что очень подвержены клематисы заболеванию быстро увядают листья увядают полностью побег если его не обрезать засохнут потом листья и все равно он потом пропадет полностью этот побег конечно корневая система не так действует на такое заболевание то есть пропадает только надземная часть и мы конечно же не увидим цветение фактика хорошо вышел дороти валтон вообще это мой любимец среди клематис вообще любимцев не очень много я вам показываю всегда обзоры цветения клематисов но сегодня мы проведем еще одну обработку подкормки я проводить пока не буду потому что я провела подкормку азотным удобрением засыпала все у нас перегноем я думаю подкормка хорошо повлияет на рост и развитие но чтобы рост и развитие не были нарушены у нас различными роды заболеваниями мы будем проводить теперь обработку по надземной части по побегам которые вышли из грунта и так есть три группы обрезки у наших клематисов первая группа обрезки 2 3 на моем участке только две группы группа 2 3 если выходит из земли у нас вот именно из грунта выходит клематис и не появляются на побегах прошлого года новые побеги то это говорит о том что клематис у нас третья группа обрезки мы смело можем его обрезать под корень оставлять можем сантиметров 10 и никакой никакого вернее сложного ухода перед зимовкой не будет и вот у нас дороти валтон тоже он вышел из грунта то есть это говорит о том что у нас третья группа обрезки сейчас перейдем ко второй группы обрезки я покажу визуально как это выглядит вот этот клематис он у нас второй группы обрезки мы видим прошлогодние побеги вот допустим обрезан у нас прошлогодний побег из пазух прошлогодних листьев выходят новые побеги они пошли в рост даже вот так быстро нарастили длинные новые побеги вот посмотрите давайте рассмотрим вот прошлогодний сам побег вот он он идет из пазух прошлогодних листьев пошли расти побеги и они уже вот так стартанули у нас и выросли намного он конечно бывает клематис разной по высоте зависимости какой сорт бывает низкорослые клематисы которые достигают высоту полтора два метра бывает клематиса которые достигают и 3-4 метра в своих видео обзорах я каждый сезон покажу вам цветение клематисов и новых и тех клематисов которые цветут уже давно и растут на моем участке то есть у меня есть даже и миксы у меня посажено два клематиса сейчас я развернусь аккуратненько вам покажу вот допустим клематис у нас он был я к нему подсадила вот еще один клематис то есть заметила то если хорошая подкормка хороший уход то такие клематисы хорошо смотрятся в миксах у меня много таких клематисов которые посажены по два сорта здесь точно также вот у нас один сорт клематиса а вот здесь аккуратненько сейчас смотрим вот здесь у нас 2 и они оба пошли хорошо в этом году хотя в прошлом году только один сорт здесь лидировал а второй был совсем молодым но уход подкормку а потом обработку от болезней либо это по листу по надземной части либо в прикорневую зону я провожу одинаково для всех для всех климатисов независимо какая группа обрезки сегодня я буду применять вот такое средство бордовская смесь то есть для лечения для профилактики моих климатисов я использую три средства это фитоспорин фундазол бордовская смесь но все это мы чередуем прошлом году использовали другие препараты но в этом году я решила перейти вот на эти основных три препарата и так это неорганический фунгицид с антисептическим эффектом здесь у нас в пакете два пакетика белый и синий внимательно читаем инструкцию способ нанесения рабочего раствора с помощью поливизатора валика или кисти и так готовим мы рабочий раствор для этого используем и вот эти два пакетика готовим и 1 процентный раствор бордовской смеси необходимо растворить содержимое пакета с белым наполнителем гидроксидом кальция известью то есть здесь у нас белый пакет это у нас известь в одном литре воды с температурой выше 50 градусов то есть у нас должна быть теплая хорошо теплая вода сейчас я иду за водой один литр воды и будем разводить разводить вот эту известь гидроксид кальция высыпаем и размешиваем должна раствориться известь у нас сейчас мы проведем такую же процедуру примерно но только не с хорошо теплой водой такой больше 50 градусов давайте еще раз посмотрим способ приготовления чтобы не я не ошиблась в одном литре с температурой выше 50 градусов и объема потом раствора доводим холодной водой до пяти литров то есть мы хорошо размешали и берем холодную воду я беру сейчас шланг возьму и сразу разведу чтобы был у нас этот раствор готов наливаем до пяти литров примерно это будет пол лидра у нас и переходим к другому раствору сейчас тоже внимательно прочитаем чтобы не было ошибок по приготовлению однопроцентного раствора бордоской смеси все примерно 5 литров у нас есть теперь переходим другому пакетику а у нас вот такого синего цвета здесь у нас раствор сульфат меди медный купорос пакет именно синим наполнителем и в одном литре мы разводим этот пакет и объем доводим также до пяти литров раскрываем пакет сейчас ножницами отрежу и высыпаем ведро я высыпала пакетик сейчас тоже добавлю теплой воды и литр где-то и потом доведем пяти литров холодной воды хорошо смешали и доводим до пяти лет и потом главное правильно смешать такой раствор куда выливать то есть синий белый или белый дослушайте до конца около пяти литров тоже мы наполняем очень подробно написано на пакетике поэтому ошибиться тут невозможно тоже я перемешиваю еще раз теперь берем снова мы инструкцию и читаем полученный раствор сульфата меди вот у нас медный купорос сульфат меди нам надо медленно влить раствор извести то есть мы голубой раствор медленно вливаем в белый раствор то есть в извести берем синий раствор и медленно помешиваем вливаем в извести то есть медный купорос в извести Это у нас будет готовый уже раствор Мы будем обрабатывать сегодня клематис Посмотрите, какой красивый получился Теперь наливаем этот раствор В поливизатор, опрыскиватель Либо берем веник Как я это тоже делала в прошлом году Но использовать опрыскиватель я не рекомендую Он забивается Обычно у меня старый веник есть Я буду сейчас именно его использовать Если останется раствор, не беда Очень хорошо опрыскать им лилии Потом у нас сейчас в данный момент Очень много вопросов по ирисам То есть ирисы у нас подгнивают Я отдельное видео сниму по обработке ирисов от болезней От гнили Ну а сегодня, друзья, занимаемся вот такой работой Переходим к другому клематису На сегодня все Понравилось видео Не забудьте поставить пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео Кликайте под видео на колокольчик Не забываем обрабатывать вечернюю погоду Ждем вечера или рано-рано утром И проводим обработку Следующая обработка и подкормка обязательно будут на моем видео Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!